Здравствуйте, уважаемые слушатели! Спасибо большое, Мария, что нас представили. Надеюсь, сегодняшняя конференция вам будет очень полезна и интересна. Первый наш слайд – это «Почему возникает нарушение мочеспускания?» Статистика и анатомия. Нарушение функций нижних мочевых путей вызывает физические и моральные страдания у людей с травмой спинного мозга либо перенесших инсульт. Длительно протекающие нарушения мочеспускания создают у пациентов впечатление безнадежности лечения. Изменение демографических ситуаций во всем мире и в нашей стране характеризуется увеличением числа лиц старшего возраста и выводит расстройство мочеспускания в ряд первоочередных медицинских проблем. Нерогенные дисфункции мочевых путей часть и часть у людей с травмой спинного мозга Травма спинного мозга является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Связано это с большим количеством посттравматических повреждений и возникших после них осложнений, приводящих к функциональным нарушениям мочеводелительной системы. На долю позвоночных спинного мозга ежегодно приходится около 8% от общего числа травм, и это составляет около 6 человек на 100 тысяч населения в России и около 30-40 случаев травм на миллион населения в Соединенных Штатах. Страйдерные системы человека. У человека выделяют центральную периферическую нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного мозга и спинного мозга. Периферические же относятся все остальное. Спинный мозг контролирует определенные части тела. Так, например, шейный отдел отвечает за движение и наличие чувствительности в руках, шее и верхних конечностях. Грудной или, иначе говоря, таракальный отдел отвечает за иннервацию органов грудной клетки и органов брюшной полости. Поясничный отдел отвечает за функцию нижних конечностей, а также за функцию органов, расположенных в малом тазу. Мочевого пузыря и выходного отдела кишечника. А также крестцовый отдел, отвечающий за функцию мочевого пузыря и кишечника. Периферическая нервная система делится на соматическую и вегетативную. Вероятно, вы уже об этом слышали. Соматическая она отвечает за координацию движения, за движение рук, ног, например. А вегетативная она делится на симпатическую и симпатическую. Она отвечает как раз таки за гуморальное состояние организма, за сокращение либо расслабление мочевого пузыря, функциональность кишечника и так далее. Влияние повреждения спинного мозга на мочевой пузырь. Анерогенный мочевой пузырь – это синдром, объединяющий расстройства мочеиспускания, возникающий при повреждении нервных путей и центров иннервирующих мочевой пузырь, и обеспечивающих функции произвольного мочеиспускания. Утрата этой функции, кроме того, что мочевой пузырь продолжает работать автономно, не поддается контролю, осуществление акта мочеиспускания происходит на рефлекторном уровне. Выделяют как гиперактивные, так и гипоактивные мочевые пузыри. Гиперактивный, иначе говоря, рефлекторный мочевой пузырь не способен удерживать мочу. Обычно возникает, когда у пациента травма выше 12-го грудного позвонка. Мышцы мочевого пузыря сокращаются спонтанно, непроизвольно. И упражнение мочевого пузыря имеет случайный характер. Вялый мочевой пузырь либо гипоактивный, в большинстве случаев при травме ниже 12-го грудного позвонка. В этом случае пациент не может самостоятельно помочиться, у него возникает чувство переуполнения, если есть чувствительность ниже пупка. Если же чувствительности нет, то просто он начинает отмечать, что мочеводеление один или два раза в день происходит, и то понемножку. Как же устроена наша мочевая делительная система? Немного из анатомии. Как у мужчин, так и у женщин моча образуется в почках. Далее она по почкам, по мочеточникам спускается в мочевой пузырь, который представляет собой резервуар, накапливающий мочу. И когда происходит полное накопление мочи в размере 300-500 мл, происходит раздражение рецепторов и мочевой пузырь сокращается. При этом мочевой сфинктер, наружный мочеиспускательный сфинктер, расслабляется и моча выходит через мочеиспускательный канал. За сутки в норме образуется около полутора-двух литров мочи. Мочевой пузырь и уретра, иначе говоря, мочеиспускательный канал. Представляется собой, как я сказал, полый орган, служащий резервуаром для сбора мочи. В нем выделяют мышечный каркас, иначе говоря, детрузер, который разделяется на три слоя мышц. Это продольные и циркулярные мышцы. Циркулярные мышцы также в области дна мочевого пузыря образуют сфинктер произвольный и непроизвольный. В норме мочеиспускания осуществляется около 4-6 раз в сутки. Средняя порция мочи, как я сказал, 250 до 500 мл. Нарушение функции накопления и выведения мочи из мочевого пузыря вследствие поражения нервной системы на различных уровнях выносят название нейрогенной дисфункции мочеводящих путей. Нарушение мочеиспускания при спинно-мозговой травме. Как я уже говорил, при травме спинного мозга может быть либо гиперактивный мочевой пузырь, либо гипоактивный мочевой пузырь. При гипоактивном мочевом пузыре развивается хроническая задержка мочи. Она может быть полной или частичной, когда имеется остаточная моча. Иногда при гипоактивном мочевом пузыре возникает подтекание, иначе говоря, и шуреет парадокс. Ошибочно это состояние принимают за восстановление функции мочевого пузыря. Вероятно, кто-то из вас уже сталкивался с такой ситуацией. Существует множество способов коррекции гипоактивного мочевого пузыря. Однако, прежде чем начать говорить о них, хотел бы сказать, что неоднократно сталкивались с такой ситуацией, что когда спрашиваешь у пациента, что для тебя важнее, что для вас важнее, начать ходить или контролировать процесс мочеспускания, большая часть из них отвечает, что, конечно же, контролировать процесс мочеспускания более важно, потому что это обеспечивает какую-то более социальную адаптацию и убирает чувство страха перед обществом. Вероятно, многие из вас, пациенты, со мной согласны. И если у вас есть какие-то предложения или желание поделиться своим мнением, пожалуйста, отвечайте в чате, и мы в конце нашего семинара ответим на наши вопросы. Методы компенсации нарушены функции опражнения мочевого пузыря. Для осуществления мочеспускания зачастую пациенты прибегают к вспомогательным методам, например, раздражение триггерных зон, это легкое постукание по поверхности живота, поглаживание внутрь поверхности бедер и так далее. Применяются приемы креда или метод вальсавы, когда пациент начинает надавливать на область мочевого пузыря, либо сильно тужится. Однако в последнее время врачи пришли к такому мнению, что использование этих методов может только усугубить состояние пациента в виде поражения почек. Также существует постоянно дренирование мочевого пузыря, когда мочеспускательный канал на длительное время вводит катетер фолей для отведения мочи. Периодическая катетеризация, при которой выпускают мочи каждые 4-6 раз в сутки при помощи одноразовых катетеров. А также установка эпицистома, когда ниже пупка, через переднюю стенку живота, выводит катетер фолей для выведения мочи. Метод выведения мочи оптимален, если исключает ухудшение функций почек. То есть, он дает какую-то гарантию, что не будет пузырных мочеточников или рефлекса инфекции и образования камней. Дает возможность сохранения мочеспускания естественным путем или максимально приближенно к естественному процессу. Минимально ухудшает качество жизни, а также сохраняет целостность кожных покровов в области половых органов. Вероятно, многие из вас знают, что такое пузырный мочеточниковый рефлекс. Это заброс мочи из нижних отделов в верхние. То есть, когда повышается давление в мочевом пузыре, но сфинктер мочеиспускательного канала не может расслабиться, моча поднимается по мочеточникам вверх. В результате чего, как вы видите на картинке справа, происходит расширение мочеточника и гидронефроз, развивается гидронефроз. То есть, трансформация почки, она теряет свою функциональную структуру. Остаточная моча. Что хотелось бы сказать по поводу остаточной мочи на слайдах. Вы видите слева-справа раздражение слизистой мочевого пузыря, его воспаление. На правой же картинке вы видите наличие хлопьев и даже камней в области дна мочевого пузыря. Это все является источником инфекции и камнеобразования. Перед вами слайд, на котором изображены камни, которые были извлечены из мочевого пузыря, которые, как я уже сказал, были образованы вследствие застоя мочи в мочевом пузыре. Изменение артериального кровяного давления при использовании метода кредо у пациентов с травмой пятого шейного позвонка. На данном слайде вы видите пример. Однако, что бы хотелось сказать сразу. У пациентов, у которых имеется травма выше шестого грудного позвонка, зачастую встречается автономная дисрефлексия. Что же это такое? Автономная дисрефлексия представляет собой, проще говоря, такой процесс, при котором происходят скачки давления, которое может повышаться до 220 и выше миллиметров ртутного столба. Пациент может потерять сознание и получить инсульт. В таком случае, что необходимо делать? В первом случае необходимо измерить давление. После чего необходимо убрать все провоцирующие факторы, будь то туго зажатый ремень или тесная обувь. Возможно, у кого-то из вас имеются пролежни и так далее. Нужно максимально быстро обезболить пациента и снизить давление. У пациентов, у которых травма ниже шестого грудного, автономной дисрефлексии, как правило, не встречается. Постоянная катетеризация. Постоянная катетеризация может осуществляться двумя способами. Либо при помощи уритерального катетера, либо при установке эпицистостомы. Однако, что один, что другой методы являются уже устаревшими. А также они могут быть причиной частного инфицирования мочевых путей. Как показывает практика, пациенты, у которых данный метод выпускания мочи инфицирования происходит 1-2 раза в 2-3 месяца. Когда же используют постоянное дренирование? Установка эпицистостомы, либо установка уритерального катетера. При недостаточности функции рук. Например, при пациенте с травмой шейного отдела, когда нет ни движения в руках, ни ногах. Высокий объем приема жидкости. Снижение спинитуальной функции. Неэффективность использования иных приемов. В отсутствии родственных, либо помощник, который может выполнить вам интермитирующую капитализацию. Анатомическая аномальная уритера, либо ложные пути. А также обструкция. Сложность с введением уритерального катетера. Повреждение окружающей кожи в результате надержания мочи. И воспалительность заболевания уритера. То есть мочеспускательного канала. Несмотря на то, что данный способ в современном мире уже не рекомендуется. Мы вынуждены его применять. Хотелось бы сказать, что в том случае, если вам все-таки посоветовали этот метод, не забывайте простое правило. Катетер не должен быть направлен в сторону ног. Его надо крепить таким образом, чтобы конец катетера был ближе к пупку. Таким образом мочеспускательный канал имеет нормальную кривизну. И это способствует сохранению его целостности и целостности головочленов мужчин. Систостомия. Либо эпицистостомия. Это налоговое дранирование мочевого пузыря. При этом мочевой пузырь может терять способность растягиваться. Так как образовавшаяся моча сразу по катетеру выводится наружу. Также это является источником инфицирования. В соответствии с рекомендациями Европейского общества урологов, могут быть применены силиконовые катетеры и катетеры латексные. Что касается латексных катетеров, то их можно установить на 3-5 дней с последующей заменой. Иначе на поверхности катетера развивается биопленка, при которой начинают развиваться бактерии. И это приведет к развитию циститов, пилонефритов. Что касается силиконовых катетеров, это на правой картинке изображены прозрачные. Их необходимо видеть не чаще, чем 1 раз в 2 недели. Они более безопасны для применения. При использовании катетера фолея, либо использовании эписистомы, для того, чтобы мочевой пузырь не терял свою функцию, не терял способность растягиваться и сокращаться, необходимо каждые 3-4 часа пережимать катетер, например, зажимом, либо каким-либо иным фиксатором, то же самое прищепкой, чтобы мочевой пузырь принял объем, после чего открыть на 15 минут, чтобы вся моча выделилась из мочевого пузыря через мочеспускательный канал. Особое внимание хотелось бы уделить периодической катетеризации. Этот метод отведения мочи, при котором опражнение мочевого пузыря, осуществляется каждые 4-6 часов путем проведения мочевой пузырь через мочеспускательный канал полутрубки катетера с последующим его удалением после процедуры. Существует множество видов катетеров, но мы предъявляем их на катетеры без покрытия, такие как мелатон, ПВК и тимма. Прелубрицированные катетеры, когда лубрикант уже нанесен на катетер и готов к использованию. И катетеры с покрытием лубрицированы, специально нанесены слой гидрофильного покрытия по всей поверхности. Вероятно, вы уже слышали о них и сами знаете, как ими пользуются. Но мы об этом с вами еще поговорим. Что касается лубрицированных катетеров для периодической катеризации. Существуют катетеры, на которые перед введением необходимо нанести смазку, и катетеры, у которых уже смазка есть. Если сказать о том, какие из них лучше, конечно же, следует остановить свой выбор на катетерах уже с нанесенным лубрикантом. Почему? И в том, что при нанесении лубриканта извне, он не покрывает всю поверхность катетера. И при введении его в мочеиспускательный канал остаются сухие промежутки, которые травмируют слизистую мочеиспускательную канала. В результате чего могут быть кровоподтеки и возникать чувство боли. В тех случаях, когда лубрикант или, иначе говоря, смазка уже плотно закреплен на поверхности катетера, он с легкостью проходит мочеиспускательный канал и входит в мочевой пузырь. Перед вами сравнительная таблица вариантов выведения мочи. Здесь сравнена периодическая катетеризация, пассивное мочеиспускание, применение уритерального катетера, а также применение эпицистостома. Как вы все видите, наиболее предпочтение и также наиболее качество и удобство остается за периодической катетеризацией. Так как минимальное количество инфекций нижних мочевых путей, минимальное количество повреждений уретры, частота обострения инфекций также минимальна и развитие вторичных осложнений со стороны почек также минимально. Как осуществляется периодическая катетеризация? Начнем с женщин. Для начала необходимо вымыть руки мылом, то есть соблюсти обычные гигиенические нормативы. Далее приклеить упаковку катетера, открыть ее и залить внутрь обычную чистую воду. Дождать течение 30 секунд. После чего можно подсоединить катетер в мочеприемник и уже спокойно принять удобное положение, снять нижнее белье и для удобства воспользоваться зеркалом. Обратите внимание на то, что необходимо обработать наружное отверстие мочеспускательного канала и удерживая половые губы ввести катетер внутрь мочеспускательного канала. Вводить нужно до того момента, пока по катетеру не пойдет моча. Как только мочеспускание по катетеру будет налажено, введение катетера необходимо прекратить, пускай вся моча выйдет. После чего необходимо прокрутить уротральный катетер циркулярно, то есть по кругу, чтобы остатки мочи выделились и удалить одноразовый катетер. Что касается мужчин, здесь есть свои нюансы. Использование одноразовых катетеров для мужчин менее проблематично, не надо воспользоваться зеркалом. Также соблюдаете гигиену рук, обрабатываете половые органы расслором хлоргексидина, например. Подготавливаете одноразовый катетер и вводите его в мочеспускательный канал. Однако, есть соответствующие нюансы. При введении одноразового катетера в мочеспускательный канал могут возникнуть ощущения препятствия. Не следует стараться пройти через это препятствие. При введении терпения в течение 2-3 минут с легким надавливанием держите катетер в мочеспускательном канале. Как только произойдет расслабление наружного сфинктера уретера, катетер с легкостью войдет в мочевой пузырь. Как только пойдет по катетеру моча, значит в мочевом пузыре введение катетера необходимо прекратить, пускай вся моча выйдет через уретеральный катетер. После чего, опять-таки, круговым движением проворачиваете в ритуальный катетер, чтобы остатки мочи выделились, и удаляете его. Что хотелось бы сказать. Периодическая катетеризация – это золотой стандарт. Он обладает самым низким риском осложнений, улучшает качество жизни, а также сохраняет сексуальную функцию. Неоднократно сталкивались с такой ситуацией, что пациенты пытаются сами изобрести какой-то метод отведения мочи при гиперактивном мочевом пузыре. Однако данные изобретения, как правило, порсирующим вызывают множество хлопот. Перед вами представлены уропрезервативы, а также мочеприемники. В конце уропрезерватива можно подсоединить мочеприемник. Такой механизм отведения мочи облегчает выполнение ежедневных дел, будь то работа, либо отдых на природе, и облегчает социальную адаптацию пациента. Немного о том, каким должна быть рекомендация врача-уролога. Вы тоже можете в этом участвовать. То есть, когда вам выставляется диагноз нейрогенной диспункции нижних мочевых путей, хроническая или полная задержка мочи, объем мочевого пузыря составляет 900 мл, или гиперактивность детрузера, то врач-уролог вам прописывает в рекомендациях сколько раз в день и какой именно вид материала вам нужно использовать. Так, например, при гипоактивном мочевом пузыре вам будет рекомендовано периодическая катетеризация от 4 до 6 раз в сутки, то бишь каждые 6 или 4 часа одноразовыми катетерами. Если же вы сталкиваетесь с гиперактивным челпузером, то вам будет написано применение уропрезервативов с мочеприемниками. Пожалуйста, обратите на это внимание. Спасибо. Что касается часто задаваемых вопросов. И однократно спрашивают, может ли пациент повредить мочевой пузырь при использовании периодической катетеризации. При аккуратном использовании одноразовых катетеров с субрекцированным покрытием риск повреждений минимален. Вводите катетер до появления мочи. Как только моча появилась, введение катетера прекратите. Правда ли, что самостоятельное мочеспускание никогда не восстановится? Утверждать, восстановится или нет нормальное мочеспускание на данном этапе мы не можем. В настоящее время разрабатывается множество методов, позволяющих при помощи вспомогательного оборудования произвести мочеспускание. Однако, не нужно забывать о том, что можно воспользоваться либо уропрезервативами, либо периодической катетеризацией. В любом случае, если вы увидите или почувствуете улучшение в конечностях, будь то нижней конечности, либо верхней конечности, вероятность того, что мочеспускание потихоньку будет восстанавливаться, здесь есть. Что делать, если начала подтекать моча? В том случае, если вы страдаете гипоактивным мочевым пузырем и у вас стала подтекать моча, вероятно, у вас развилась и шире парадокса. Необходимо начать использовать интермитирующую катетеризацию с целью предотвращения развития гидронефроза и развития хронической почвенной недостаточности. Как поступать, если пациент не может привести катетер в мочевой пузырь? Бывает, что введя катетер, возникает какое-то препятствие. Не старайтесь его продавить. Вытяните головой член, поддержите пару минут, слегка надавливая на катетер. Когда сфинктер мочеиспускательного канала расслабится, катетер с легкостью войдет в мочевой пузырь. Введите катетер до появления мочи. В том случае, если в первое время у вас появятся небольшие примеси крови в моче, не бойтесь. Такое возможно, а это зачастую связано с отсутствием опыта. Как только вы приноровитесь использовать периодическую катетеризацию, боль, чувство дискомфорта, поведение исчезнет. Однако, в том случае, если у вас возникли сильные кровоподтеки, либо выраженные боли, обратитесь к урологу в дежурную клинику. Как определить обострение инфекции мочевого пузыря и какая тактика лечения? Наличие температуры, боли, неприятного запаха, примесей, мочи может говорить о том, что у пациента имеется инфекция мочевой делительной системы. Необходимо обратиться к урологу. Не следует самостоятельно применять антибиотики, либо иные лекарственные средства, пытаясь самостоятельно решить проблему. Однако, бывают ситуации, когда встречаются асимптоматические бактерии у пациентов с нейрологическим нарушением. В том случае, если такая ситуация у вас развилась, не стоит паниковать, обратитесь к урологу, пускай сделают бак-посев, и уже при этом сам врач-уролог будет решать, следует назначать антибиотики, либо не следует. При наличии камней в мочевом пузыре необходимо их удалить, так как камни зачастую являются источником инфекции. Не используйте антибиотикопрофилактику. Помните, любой прием антибиотиков без необходимости может привести к развитию резистентности, то есть, бактерии не будут чувствовать антибиотик, и в дальнейшем подобие антибиотиков вызовут у вас трудности. Уважаемые слушатели, на этом урологическая часть у нас окончается. Большое вам спасибо за то, что вы посетили наш семинар. Свою вторую часть я бы хотел передать нашему юристу. Спасибо. От вас поступили вопросы, соответственно, вот у нас есть один вопрос. Как избавиться от цистостомы, какое пройти обследование и к какому специалисту обратиться? Спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, очень актуальный. Зависит от того, какую эпистону вам устанавливаем. В том случае, если вам устанавливали эпистону путем просто прокола, то прежде всего нужно обратиться к врачу-урологу, который вас обследует и уже в дальнейшем удалит эпистону. Если же вам установили эпистону путем операции, то есть ее подшивания, конечно же, здесь надо будет лечь больницу, лечащий врач вас обследует и уже хирургическим путем будут удалять эпистону с ушиванием мочевого пузыря, восстановлением его целостности и в дальнейшем переведут вас на периодическую патеризацию. Спасибо. Алексей, скажите, мы ответили на ваш вопрос? Дорогие участники. Если у вас еще есть вопросы по первой нашей медицинской урологической тематике, по техническим средствам реабилитации, пожалуйста, задавайте в чат. Мы в режиме онлайн готовы на них отвечать. Алексей пишет, что без пришивания. Да, в случае путем прокола, как я сказал, все равно следует вам обратиться к урологу, будет обследование и в дальнейшем будет удаление катетера уже, вероятнее всего, без оперативного вмешательства. Также зависит от того, сколько вы ходили с этой эпистестону. Да, Алексей, вы из Нижнего Новгорода, вот, соответственно, да, тоже есть коллеги, урологи, нейроурологи, которые занимаются этим вопросом. Мы тогда вам в личные сообщения уже предоставим контакты специалист в вашем регионе. По обращению к урологу я одному рассказывал, как менять эпистестону. Так, зачастую наши пациенты гораздо опытнее, чем врачи, поэтому периодически даже приходится пациентам самим менять эпистестону. К сожалению, это, конечно, грустно, но сейчас медицина идет вперед. Да, дорогие друзья, здесь тоже необходимо, наверное, отметить то, что метод периодической катетеризации в России относительно новый, скажем так, да, то есть ему сколько, 10-15? Да, где-то только около 15 лет назад наши российские доктора впервые узнали о том, что, собственно, есть такое отведение мочи. Да, то есть до этого действительно постоянно по старинке пользовались постоянным дренажом, вот, из-за чего действительно многие доктора по России еще не осведомлены, не знают, да, не доверяют. Ну, по-разному, да, процесс идет знакомства. Вот, поэтому, безусловно, здесь в первую очередь, ну, как мы считаем, да, пациенты как раз для себя должны принять, да, понимая все плюсы и минусы, да, разных методов, то, о чем мы сегодня говорили. А, поэтому, да, а в Европе, он действительно и в Европе, и в других странах, он действительно уже включен в стандарты, вот, и является золотым стандартом, вот, обведения мочи, вот, при определенных, там, безусловно, клинических, анатомических условиях. Валерий пишет, пользуюсь уропрезервативом, 33 года, раз в полгода пью нефрит, пью антибиотики, как дальше будет? Здесь, спасибо, Валерий, вам за вопрос. Необходимо, во-первых, понять, антибиотики вы принимаете сами или по назначению врача-уролога? А также, второй вопрос, прежде чем начать принимать антибиотики, вы делаете бак-пассив или нет? Валерий, ответьте, и мы с вами продолжим беседу. Николай пишет о том, что, правда, был дефицит на катетеры, и их кипятили? Не знаю, я с таким не сталкивался. Вот, ну, на самом деле, дефицит на катетеры не был, просто раньше были обычные катетеры нелатон, сухие, да, то есть мы сейчас с вами говорим, что при методе периодической катетеризации, да, безусловно, необходимо использовать лубрицированные, гидрофильные, да, зафиксированные на поверхности катетера, да, непосредственно медицинские изделия, да, почему? Потому что, ну, безусловно, вот эта смазка-лубрикант, когда по 4-6 раз в день, да, вы их используете, безусловно, для того, чтобы не травмировать слизистую, да, не травмировать уретру, безусловно, это крайне необходимо, вот, но раньше, безусловно, было так, что просто сухими катетерами, смазка, да, вазелин по-разному, отправлялись как могли. Валерий, спасибо, что ответили, вижу, что, да, пьете по назначению врача, делаете бак-постеп, да, это очень правильный подход, понимая, что раз в полгода бывает пилонефрит, вероятно, у вас хронический пилонефрит. Дело в том, что хронический пилонефрит может обосраться не только за счет того, что происходит инфицирование нижних мочевых путей, а еще за счет просто простоды, наличия ангин и так далее. Здесь, конечно, необходимо еще обратиться к лор-врачу, посмотреть, нет ли у вас тензилита, фаренгита и так далее. Отлично. Дорогие друзья, участники, есть ли у вас еще вопросы? Вижу, есть вопрос в окошечке. Наталья. Была травма позвоночника в 2007 году, до конца не восстановилась мочи спускания. Прошло после травмы 12 лет и стало еще хуже, недержание. Сделала нынче операцию ТВТ. ТВТ, да. ТВТ, да. ТВТ, да. ТВТ, да. Прошивание. Да, и после нее совсем не могу сама мочиться. Все стало мимо. Что делать дальше? Да, это сложная ситуация. Однако, в вашем случае, что нужно сделать, да? Во-первых, когда происходит ТВТ-операцию, можно попробовать ее исправить, выполнив иную ТВТ-операцию. Бывают такие случаи, когда петля либо растягивается, либо мышцы, к которым она связана, к которой она фиксируется, растягиваются. Также воспользуются медикаментозной терапией, которую вам опишет ваш лечеврач. Это приемы мхолина литиков, бета-3, адреномиметиков. Вероятно, вы от них слышали. Вопросы вы применяли ли вы их или нет? Сейчас она нам ответит. Да, я думаю, она нам ответит. А Валерий пока продолжает спрашивать. Соответственно, так, сейчас я поднимусь у нас тут что-то с вами. Так, переходить ли мне на катетеризацию? Да, повыше. Сейчас я попробую так. Вот так, вот. Насколько велик риск появления новообразований в мочевом пузыре при длительно существующей цистостомы? Переходить ли мне на катетеризацию или оставить как есть? В литературе сталкивался с такой ситуацией, что частота развития новообразования увеличивается, но все равно она минимальна. То есть в жизни ни я, ни мои коллеги с этим реально не сталкивались. Это такие кузовистические случаи. Здесь больше стоит вопрос об удобстве, да, о удобстве в повседневной жизни, о удобстве в семейной жизни с супругой. Конечно, мое мнение, все-таки стоит переходить на интернетирующую катетеризацию. Полностью просто. А какие вот вообще последствия могут быть? Ну, допустим, вот, да, уже у человека случилось, он, допустим, ходит в сетинстве со стома много-много лет. Вот, если это все оставить, как? Если оставить, то, конечно же, зачастую развивается инфекция, да, более 10 раз в год может быть такое. Может произвести сморщение мочевого пузыря, его атрофия. Если же у вас эпистон, не забывайте тогда просто тренировать мочевый пузырь, каким образом это делается. Как я уже говорил, каждые 3-4 часа пережимайте мочевый пузырь с расслаблением на 15 минут, чтобы моча выделялась. Таким образом у вас будет движение мочевого пузыря. Это способствует к раснабжению тканей мочевого пузыря и сохранению его функции. Хорошо. Наталья, спасибо, что ответили. ТВТ операцию вам делал уролог и назначил пить Омник. Да, ваш врач лечил, сделал все правильно, однако все-таки попробуйте М-холиноблокаторы. К сожалению, в прямом эфире я не имею права вам назначать лекарственное средство. Врач по месту жительства М-холиноблокаторы спросите, не вопрос. Наталья, а вы из какого города? Потому что, может быть, если Наталья из Казани, то она может к вам прийти на прием. Все пациенты, которые из Казани, я вам дам контакты. Пожалуйста, мы будем с вами работать. Можете обращаться, да, к доктору напрямую. Анна спросила, так, а, с Пермского края. Ну, в Пермском крае, кстати, в Пельме у нас тоже есть доктор Хромцов, вот, соответственно, который тоже может непосредственно проконсультировать. Вот, и я думаю, что мы тоже можем после дать контакт. Что касается ботуллинистического токсина, да. Спасибо за вопрос. В среднем ботуллинотоксин в организме держится от полугода до года. После истечения вы почувствуете, что симптомы ничего пузыря возвращаются. Нужно будет повторить процедуру. Так, минутку. Так, у нас тут. После, вот, я думаю, что мы пропущали. Да, Анна отвечает. Задает вопрос. Функциональное нарушение после генеофонологической операции. Нет позывов и упражнений у чего пузыря, только при сильном тужении. Возможно ли восстановление? Для начала, конечно, необходимо восстановление делать путем катетеризации. Можно назначить препараты, которые усиливают, ну, не то, что усиливают, а способствуют частичному проведению нервных импульсов в мочевой пузырь. Данный препарат, опять-таки, надо будет с вашим лечим врачом. Если вы из Казани, я готов с вами проконсультировать вас. Так, сколько держит? Вот, структуру в мочевом канале нужно ли удалять и переходить на самокатетеризацию? Все зависит от того, какая у вас структура, какой у вас канал проходимость. Да, если у вас выражена структура, на большом протяжении, конечно же, для начала необходимо выполнить пластиковый спускательный канал. И уже только потом, когда его проверить, в том случае, если проходимость установлена, можно уходить от эпистетомы и выполнить самокатетеризацию. Я так понимаю, вам было установлено эпистетома, это был единственный выход в вашем случае. К какому доктору обратиться в Пензе? Валерий, тоже мы работаем, естественно, с докторами, есть Пенза. Лично мы вам вышли уже непосредственно контакт доктора. Вот, Анна пишет. Пью Омник и еще какой-то препарат, да? Как пользуется катетер в общественном туалете? Не представляете возможности, да? Хороший вопрос. Это очень серьезный вопрос. Как я уже сказал, да, понимаю, общественный туалет, да, много кабинок, отсутствие санитарно-гигиенических норм, может быть. Что вам следует сделать, да? Поймойте руки, зайдите в кабинку, закройтесь, возьмите хлоргексидин, обработайте руки, катетеры с лубрикантом зачастую имеют наклейку, приклейте его к двери к стене, откройте упаковку, залейте обычной питьевой воды, продержите 30 секунд, обработайте половые органы и введите катетер. Я вам рекомендую воспользоваться зеркальцем. Приобретите небольшое косметическое зеркальце, которое облегчит вам введение катетера. Используйте мочеприемники. Как только вы выведите пачу, спокойно все удаляйте и все. Не ограничивайте ни в коем случае себя по посещению каких-то общественных мест. Помните, что социально вы должны быть на таком же уровне. Не ущемляйте себя право. Айгуль пишет, а если после ботулонотоксина произошло ухудшение, можно ли после восстановить нормальную моческую скану? Спасибо, Айгуль. Хотелось узнать, какое именно ухудшение у вас развилось? Развелось. Угу. Так. Дорогие участники, давайте проверим второй чат. Есть ли у нас здесь вопросы. Так, Надежда пишет. После инсульта муж страдает постоянными болями в половом члене. Без кетерола никак. Даже после антибиотиков. Находится на периодической катетеризации. Как ему помочь избавиться от болей без анальгетика? Надежда, спасибо за вопрос. В первую очередь, необходимо сдать бак посев мочи и секретов предстательной железы. Для того, чтобы определить, есть ли инфекция. Потому что данные боли могут быть связаны либо с визикулитом, то есть поражением семенных пузырьков, либо простатитом, либо архитом. Опять-таки, при инсульте возможно повреждение корешков. Тазовых нервов. Необходимо обратиться к неврологу. В дальнейшем уже по результатам вашего обследования провести лечение у специализирующего вас врача. Елена пишет. В какую клинику какому врачу обратиться? В Санкт-Петербурге. В Питере тоже есть и Первый МЕД, и другие лечебные учреждения, которые занимаются подобным вопросом. Соответственно, тоже, Елена, вижу, что у вас видео не загрузилось. Вам, наверное, нужно обновить свой флеш-плеер. Это технические особенности компьютера. И, соответственно, мы вам обязательно ответим в личку. Да, Елена, напишем лично. Можно ли заливать в катетер натриях хлорид? Да, в катетер можно наливать натриях хлорид. Возможно, это даже будет удобнее, потому что в аптеках продаются небольшие совсем ампулы по 10 мл. В упаковке 10 штук. Очень комфортно. Так, друзья. Айгуль задает вопрос. Постоянный позыв ушел, боли тоже. Но остаточной ночи стало больше. Пропал аппетит. Айгуль, как давно вам делали ботулотоксид? И сколько раз вам его делали? Однократно ли у вас было несколько сеансов? И применяли ли вы какие-либо еще препараты? Так, друзья, у нас с вами до следующей части осталось буквально пару минуток. Поэтому, если у вас осталось, давайте буквально еще последний вопрос. И мы переходим к следующей части. Мы будем говорить... Прошу прощения, не видно в камере. Мы будем говорить по юридическим аспектам, по обеспечению. Соответственно, все участники, которые имеют статус инвалида или сейчас находятся в процессе его получения, или думают о том, как его и нужно ли получать. Соответственно, наш юрист будет очень подробно рассказывать. Поэтому я вижу... Да, а? Да, давайте. Уважаемые слушатели, также хотелось бы сделать небольшое объявление. У нас есть канал Инстаграм, да? Вы в Инстаграме можете найти нейроуролог. А вы прям напишите его сюда, в чат. Через Ай, да? Да, нейроуролог. Вы можете найти. Там на карте изображение будет мужчиной-женщиной. Добавляйтесь, пожалуйста. И мы постараемся загрузить туда видео с нашей данной конференции для тех, кто не смог посетить ее каким-либо причинам. А также сможем ответить на волнующие вас вопросы. И также задавайте вопросы, поддерживайте нашу тему. И мы будем стараться вам помочь. Да. И давайте последний вопрос. Какие процедуры, способы могут помочь восстановить нормальное мочеиспускание? Травма была 3 года назад. Ага, спасибо. Так, ай... Так, сейчас, минутку. Вопрос на какой это был? Это был... Травма и... Травма была 3 года назад. Вот, Айгуль. Так. Айгуль, опять-таки к вашему вопросу возвращаюсь. Да, в вашем случае необходимо выполнять интермитирующую... В том случае, если у вас задержка мочи, выполнять интермитирующую катетерозацию 4-6 раз в день. При этом порция мочи не должна превышать 300 мл. Воспользуйтесь консультацией невролога. Да, вам посоветуют препараты, которые рекомендуют пациентов при гипоактивности мочевого пузыря. К сожалению, я вам не могу ответить на этот вопрос. Пишите мне в Инстаграм лично, да, я вам отвечу. Отлично. Буду ждать вашего вопроса. Да, и последний комментарий. Мы переходим к следующей части, да, Николай спрашивает в челнах, не обратиться можно к Равилю. Вот, возможно, к Равилю, вот, возможно, к Равилю, я, к сожалению, не знаю. Вот, по вопросам получения одноразовых лубрицированных катетеров. Да, вы можете обратиться к Равилю. Это непосредственно тоже наш, как коллега, представитель, да, по как раз лубрицированным катетерам, да, по техническим средствам реабилитации. Алексей, да, верно, профиль закрытый. А, дело в том, что мы специально сделали профиль закрытый, чтобы мы могли общаться только с людьми, имеющими нарушение функции мочеиспускания, а обычный обыватель, которому это не нужно, чтобы нас не беспокоил, и тем самым мы сохраняем, как бы, ту самую индивидуальность общения пациент-врач. Спасибо. Где можно посмотреть это видео? Мы постараемся залить это видео в наш канал Инстаграм, где в дальнейшем вы сможете это посмотреть. Вот, но в целом мы идем в режиме прямого эфира, это наше дебютное вебинар, да, как раз направлено именно для вас, где мы постарались поднять и актуализировать все важные вопросы. У меня профиль, просто сложно понять, что я спинальник. Алексей, ну я думаю, что после ваших комментариев мы теперь точно вас заметим, добавим, вот, и обязательно постараемся ответить и помочь вам. Так, уважаемые подписчики, пожалуйста, пишите свое настоящее имя, да, и пишите сразу, есть травма там или в чем проблема, да, таким образом я сразу пойму, пациент ли вы или просто обыватель. Все, дорогие друзья, мы торжественно переходим к нашей второй части по юридическим вопросам. Сейчас у вас пропадет видео, да, потому что сейчас мы с доктором сидим в Казани, вот, у нас прямой эфир, и сейчас мы будем онлайн посоединяться в Москву к нашему юристу, который продолжит вести, да, соответственно, презентацию и уже, да, отвечать на юридические вопросы. Поэтому буквально, да, пару минут, вот, перевести дыхание, вот, обновить чашку. Чаю? Вот, и продолжить, да. Продолжение следует...